приветствую вас дорогие зрители на канале михалыч топе геймс мы на аккаунте михалыча и речь сегодня пойдет о грядущих обновлениях конечно же уже практически никому не секрет что скоро вот этот вот пикапчик у нас начнет ездить то есть его можно возможно будет восстанавливать и всячески улучшать передвигаться на нем я пока что не знаю с помощью чего мы будем но естественно что наверно движочки движки которые выпадают на локациях немножечко нужно запастись ими ну а в сегодняшнем видео я хотел вам показать еще один транспорт для передвижения по глобальной локации может быть это будет какая-то отдельная локация по которой мы будем ездить и сейчас я как бы продемонстрирую именно что я имею в виду вот такой вот каркасик от баги как вы видите здесь постепенно появляются какие-то части от этой машины то есть этот транспорт будет нам доступен в ближайших обновлениях как вы видите что каркасик там собираем движочек потом салон потом всяческие прибамбасы и вуаля мы можем поездить вот на таком вот транспорте это баги тоже будет доступна вот не знаю конечно в каком из обновлений и возможно ли будет ездить на этом автомобиле вдвоем или может быть это какая-то отдельная машинка для того чтобы ездить по отдельным конечно же ребят локациях это конечно никто на пока что не знает единственное что разработчики с нами поделились вот такой вот маленькой информации показали как будет у нас развиваться этот автомобиль этот баги даже не знаю как назвать внедорожник вот такой вот вы видите что здесь тут и лопатка есть и сумки для того чтобы что-то него всунуть увидим большущий бочка сзади для горючего так что мы еще здесь видим движок нам нужно будет обратно таки собирать движочек лопата от как оружие или как средство на выживание я вот это пока что не значит для трех человек это вся штука предназначена ну и наверное сразу же хотелось бы зачитать что они говорят по поводу этом этого транспорта попускаем слюни на этого красавца баги предназначен для настоящих выживальщиков готовы двинуться своими надежными как двигатель этого зверя братюнями в далекие зараженные мест места мира лдоя то есть last day nor survival сразу же нам немножечко кидается вслух то что со своими братюнями то есть однозначно это все дело ведет к онлайну может быть это будет те люди которые у нас будут в клане разработчики очень вплотную зараз занялись такой темой как онлайн потому что вышли много игр подобных класс д и и лазда как бы теряет сейчас теряет своих выживальщиков ребят которые заинтересовались выживать которые заинтересовались играть они просто уходят туда в игры которые конечно по графе и по особенностям немножечко похуже но там есть онлайн поэтому я думаю что онлайн спасет очень сильно эту игру и мы в надеюсь в ближайшем будущем естественно будем наслаждаться этой шуткой онлайн чеком то есть нашими братюнями будем бороздить просторы вселенной то есть также есть здесь зараженные места да то есть зараженные какой-то может быть и лес или может быть какое-то болото готовят нам отдельные обязательно это будут локации которые будут доступны какие-то миссии совместные я понимаю что это будет прикольно и согласен что этого уже ждем мы не один день понятно что на баги мы сможем наверное все таки из тех людей которые есть клане ну или может быть друзей садиться на баги бороздить просторы вселенной ну и проходить какой-то рум квест или может быть вообще квест на отдельной локации ну вот такой вот информация думает там вообще нормально нереально и как бы баги такая вот штука очень-очень заслуживает нашего внимания а сейчас хотел я немножечко поговорить также про это обновление может быть вы что-то знаете про обновление но как говорится хотите чтобы поделиться с друзьяшками что вы думаете по этому поводу вы можете написать в контакте мне в описании есть ссылка на канале есть ссылка то есть мы думаем обязательно про это поговорим я сейчас вот после антирейди к восстанавливаю базу и как бы вот поступила такая информация еще днем но я думаю вечером сниму и на утро этот ролик как бы выйдет интересная информация про баги что это будет и как его мы будем кушать это понятно что пока что неизвестно когда точно эти обновления будут тоже понятно что неизвестно когда будем собирать свой пикап тоже естественно непонятно ну и медведь который тоже нам разработчики кидает информацию но вот самое главное что они не кидает когда это все будет когда мы будем наслаждаться мегалодонским лутом когда мы будем наслаждаться крутейшими я не знаю баги пикапами не знаю а тв вездеход да все что есть в игре как бы мы уже ждем не дождемся а я наверное думаю что будет быстрее просто пойти на локацию и найти этот гребаный известняк чем искать его у себя здесь на базе так известняк весь переделал себе в камни и теперь вот страдаю аля улю пошлите на локацию заодно немножечко еще поговорим о такой теме как выживать в last day north survival надеюсь что конечно следующее обновление будет вплотную зависеть уже с онлайном так как у нас давненько не было обновлений вообще-то после нового года до таких глобальных обновлений не было кроме вот этого ограничения с новым не знаю конечно еще не купил себе ни одного сета напишите ребят комментарии кто купил хоть один сет и если конечно не один напишите сколько и насколько это хороший сет я его тестил в одном из видео и ребят нормально нереальный сет защита таки неплохая но самое главное что очень прочность этой брони желает лучшего маленькая прочность брони вот конечно единственный минус этой брони но сейчас мы добьем кучу известнячка и восстановим себе базу понятно что никто не любит смотреть такое видео там где добываешь известняк а потом главное заходят такие вопросы михалыч откуда у тебя каменная база но вот и показывает куда мне каменная база куда мне стальная база это все добывается вот так вот читаешь себе интересную статейку или смотришь себе интересненький видосик а в нижнем маленьком окошке на компьютере открываешь last day in our survival и в автоматическом режиме ставишь себе блок и пошел поехал фармить нужные ресурсы это конечно немножечко утомляет хотя я вам скажу за просмотр фильма можно на фармить просто наверно стека 3-4 известняка ну или чего-то более полезного то что вам нужно конечно далеко отошел и от темы обновления хотел конечно поговорить о медведе я видел медведь все-таки обитал на каких-то сосновых то есть локациях где росли сосны и никакого снега не было но я почему-то именно был уверен что это будет снежный медведь конечно да как как говорится то что приснится то и говорим но с одной стороны конечно было хорошо бы увидеть кучу всяческих новых вещей в last day in our survival но и самое главное это онлайн именно онлайн который уже наступит этому ближайшем будущем единственное что наверное больше всего ожидаю в этой игре сразиться как говорится склеснуть шпаги с выжившими с друзьями с знакомыми знакомыми просто-напросто побегать даже зачистить какую-то одну или две локации да просто-напросто ну даже если pvp не ведут это все равно будет большущий шаг вперед дам для зачистки каких-то отдельных локаций также слышал что 5 6 этаж бункере альфа будет доступен только для коллективного прохождения не знаю насколько это правда то есть 5 6 этаж бункера альфа это вещи на которую можно будет отправиться только то есть соклановцами или друзьяшками вот так вот ребята так что хоть живи век учись нужно будет заводить хороших друзей крепких в друзьях last day in our survival и сразу же начинать с ними выживать со всей силы но я стараюсь конечно застроить свою базу максимально так как железом хочу за за пердолить вот эти стены потому что все равно взрывает каменные и выносят весь мой лут надоело застраивать думаю наверное все таки железные будут идеальными ну много чего я здесь наговорил надеюсь вам полезна была эта информация и вы прожмете свой сладенький лайкосик под этот видосик может быть конечно кто-то напишет бред но я думаю что это было неплохой как говорится сочинение раздумия да как подумали что будет в будущем пообщался конечно я единственное плохо что пообщался с вами единолично то есть в ответ ничего не увидел не услышал было прикольно запускать такие мини стримы что вы думаете по поводу обновления и читать конечно каждый коммент и вот такую вот картинку разрисовывать ну может быть в будущем такое попробуем на пока ребят не забывайте ставить лайки подписываться на канал конечно же колокольчик не забываем чтобы следующий видосик для вас уже был как бы не в новинку и что пишите комментарии что вы думаете об обновлениях хочу прочитать каждый комментарий под этим роликом что вы скажете по поводу такого видоса и стоит ли снимать больше еще таких видео всем пока пока удачи самое главное удачи и увидимся в следующих видео